Друзья, вы никогда не задумывались, как выглядели улицы Москвы сто лет назад? Какой была реклама и вывески на зданиях? Интересно было бы посмотреть. А вы знали, что в Москве есть люди, которые восстанавливают старинные вывески и сохраняют исторический облик нашего города? Вот так это здание выглядело раньше. А вот так оно выглядит теперь. Это одна из самых старейших в Москве аптек, которая работает в этом здании с 1914 года. И теперь на здании аптеки снова историческая вывеска. Ее обнаружили случайно, шел ремонт фасада и под штукатуркой проступили буквы. Краеведы на свои деньги восстановили надпись в 2012 году и запустили общественный проект «Вспомнить все». Теперь они реставрируют исторические вывески по всей Москве. В том же доме нашли и другой артефакт. Вот он. В 1920-х годах в квартире номер 6 на Малой Бронной 22 принимал пациентов стоматолог Сергей Капник. Теперь об этом напоминает историческая вывеска. А это уже другое место – Причистенка. Вот так дом номер 15 выглядел до революции. А в начале 1920-х годов здесь обосновалась булочная «Артель-Хлебопед». Это было тогда, когда напротив булочной поселилась Айсидора Дункан, а Булгаков заселил Причистенку героями собачьего сердца. Уже в 30-х годах вывеску закрасили, но в 2017 году активисты ее восстановили. Уникальная деталь – подпись художника, некого Максимова. Основные затраты пришлись на укрепление старого фасада. Это единственный сохранившийся в России случай авторской подписи вывески. В Москве еще много исторических вывесок, спрятанных за слоями краски и штукатурки. Совсем недавно краеведы восстановили надпись «Стрелецкая пекарня» в Костянском переулке. Вывеска датируется 1920-ми годами. Здесь торговала хлебом крупнейшая «Артель-Артпек». Друзья, если вы хотите помочь движению или видели старинную вывеску, которой нужно вернуть исторический облик, переходите на страницу проекта «Вспомнить все» в описании этого ролика. Сохраним старинную Москву вместе!